МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какая же сила заставляет птицу улетать на юг, пчелу строить геометрически правильные соты, бобра, бобра возводить плотину? Это великая неизменная сила наследственность. Записали? Наследственность. Алексей Платоныч, по-моему, надо более популярно объяснить механизм наследственности. Когда-то люди на картах и по звездам пытались предсказывать судьбу человека. Когда будут окончены мои законы наследственности, то мы сможем не на кофейной гуще, а строго научно предсказывать существование и даже местонахождение того или иного вида растений. Правда? Алексей Платоныч, ну, вернулся Степан Николаевич. Я был прав. Наше опровержение не будет напечатано. Вот как? Придется вам лично поехать в редакцию. Непременно поеду. Наташа, я вас жду. Ну, что там такое? Вот, извините, левить. Редакция утверждает, что статья правильно критикует наш план. Я им объяснял, что гибель картофеля в жарких климатах это орешек, над которым ломают зубы сотни ученых десятки лет. А я работаю, работаю всего четыре года и не безуспешно. Допустим, что упрёк по адресу Степана Николаевича править. То есть как? Только допустим. Но меня обвиняют в обратном. Считаешь, что я в течение года не выполнил шести тем по пшенице? Я обращаюсь к партийному руководству. Моя работа, работа всей моей жизни в редении нелетающей бабочки в статье поднимается на смех. Но ведь моя нелетающая бабочка это реальный факт. Вот её гусеница. Эта статья выпад против института в целом. Что вы, Алексей Платоныч, в статье отмечаете исключительную ценность лично ваших трудов. Отдел зерновых прямо называет образцов. Меня удивляет, Алексей Платоныч, что вы так горячо реагируете на статью. А вас пишут только хорошее. Правда, напоминают об украинском хлопке. Нельзя требовать невозможного. Я закончил коксагыз, работаю над цитрусами, окончательно редактирую законы наследственности, и на очереди у меня украинский хлопок. У меня какие-нибудь фокусники. Вуаля, картофель. Вуаля, хлопок. Вы хотя бы выяснили имя таинственного автора этой статьи. Редакционная тайна, батюшка. Жаль. А я бы очень хотел посмотреть на него вблизи. Я могу это устроить. Что? Вуаля, автор. Вы? Я автор этой статьи. И не только не сожалею об этом, но очень доволен произведенным эффектом. Страна ждет от нас реальной помощи. Возьмите Украину. Валя Украины ждут обещанный нами хлопок пять лет. Что же вы предлагаете? Ехать, Алексей Блатоныч. Ехать немедленно. Подготовить к весне опытные участки. Ознакомиться с почвами, климатом. Это нисколько не помешает вашим теоретическим трудам. Что ж, пожалуйста, я не возражаю. Ознакомиться с почвами, климатом. Здорово, голова. О, не чай. Здорово, Макар. У тебя академики были? Сейчас как уехали. Кто ты с ними поделаешь? И куда их черт понес? На кривую балку, потом на богачивку. Они мне до зарезу нужны. С ними как раз Адамов, академик. Большой профессор. Ну, махну на богачивку. Бывай здорово. Ну что, нашел? Как сквозь землю провалились. Я на Кумова, а не на богачивку. Я на богачивку, а не не знаю куда. Эгей, Трофим! Заснул! Как ты думаешь, Трофим, выживут наши хлопчатки? О чем угни? Если свой край засудишь, смотри. Эх, грозы бы не было. Ай да яблочки. Алексей Платоныч, на минутку. Остановите. Не стыдно, Степан Николаевич? Яблочки воровать с малых лет приучел. Наташа, ай да. Алексей Платоныч, а вы? Идите сюда. Пожалуйста. Благодарствую. Граждане! Эй, граждане! Подождите! Кажется, попались. Не бежать. Не бежать, как будто гуляем. Здрасте, граждане. Пожалуйста, не беспокойтесь, мы заплатим. Для чего платить? Плакат читали? Какой плакат? А ну идем. Ай да. Яблоки пробовать, пробовать. Разрешается всем для обмена опытом. Опытом. За заведующего хатой лабораторий Макара Нечая, по нас Нечай. Я. И писал тоже я. А Макар, это мой сын. Пожалуйста. Большое спасибо. Это что, граждане? Плакат они читали, охрадете. А ну, давайте назад. Дед, это академик Адамов. Вы Адамов? Берите, пожалуйста. Вот неувязка. Мой Макар очень хотел с вами поговорить. Со мной поговорить? Ну, когда-нибудь поговорим. Гражданин профессор, опытный участок погибает. Опытный участок чего? Бавовный. Бавовный? Хлопка? Конечно, хлопка. Хлопка. Надо посмотреть Алексей Платон. Алексей Платон же действительно не надо. Ну что ж, я не возражаю. Дед, показывай дорогу. Макар! 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 Адамов, нечаянный. Академик Алинин. Профессор Горский. Аспирант Владимиров, аспирант Стахова. Очень приятно. Прошу вас. Хлопок. И неплохой. Я писал вам, Алексей Платоныч, насчет хлопчат. Нежные, боимся, перенесут ли холод. Хорошо. Молодцы. Прямо молодцы. Почему вы взяли только один сорт? А на что много? Самый подходящий мы взяли для переделки. Для переделки? Для переделки. До посева мы дали себе нам столько тепла, сколько не додает наше украинское солнце. Хлопок пробутонировал, процвел. И вдруг заморозки. Ваша удача случайность. Если у вас и образовалась заслуживающая некоторого внимания и форма, она погибнет через два-три года. Вы пытаетесь сделать то, чего не допускает современная наука. Переделать наследственную природу растений нельзя, поймите. Но в жизни растения изменяются. Дарвин и Мичурин доказали зависимость растений от внешних условий. Растительный мир изменяется по внутренним причинам. И воздействие на него человека возможно только в рамках допускаемых наследственности. Человек должен изучить внешние и внутренние причины. И должен научиться воздействовать на природу и на наследственность. Простите, ваше образование. Агроном. Рекомендую прочесть ряд книг. В частности, мою генетику. И вы поймете, что ваши мечты нереальны. Наташа, напишите, товарищи. Адаму, генетика для агрономов. Давай, генетика, генетика! Вперед! Давай, давай! Приезжайте, там, мы ждут. Постараемся помочь. Все, обещаю. Что вы делаете? Вы с ума сошли! Крытие концы! Крытие концы! Концы крыти! Я не пищу, надо вернуться. Алексей Патончик, помочь надо? Алексей Патончик, вернемся. Ну что ж, попробуйте повергнуть. Стоит, стоит, что делать? Припи концы! Стоит, стоит, что делать? Припи конца, стоит, что делать? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Здравствуйте! Приехали? Очень хорошо! Ну как ваши хлопчата? Привез семена в вагон. Вот. О! Ну хорошо! Пройдите в 153-ю комнату, а я буду Алексей Платоныч. Ну, Макар, спокойно, вежливо и строго научно. В чем дело? Здравствуйте! Макар Мечаль, помните? А, да-да, пожалуйста, пожалуйста. Я вас не узнал. Дождь, ночь. Из Наркомзема. Предлагаю доказательном содействии. Ну что ж, присылайте семена. Пристлами. Мы постараемся размножить ваши семена. Правда, из этого не дашь более 10 кило. И то года через два. Что? Ну, простите, мне надо 100 килограмм через 7 месяцев. Сам 3000 к весне. Что? Для этого необходимы особые условия. Особый режим света, тепла и темноты. Я вам расскажу. Пожалуйста. Нас обвиняют в медлительности, в отставании от жизни, в том, что мы заперлись в кабинетах. Да, мы заперлись, но заперлись для работы. И сегодня я могу это доказать. Мои законы наследственности готовы к печати. Дорогой Друховый, от всего сердца поздравляю. Поздравляю, Алексей Платон. Значит, теперь мы владеем ключом для разгадки явлений наследственности. Мы сможем заранее предвидеть сорта и их пригодность для любого района. Безусловно. Украине нужен хлопок. Пожалуйста. Наташа, дайте макет. Очень интересно. Вот он. Сверхранний, высокоустойчивый, с огромными коробочками. До ста штук вместо двадцати обычных. За качество волокна я назвал его серебряным. Браво, браво. Это только одна десятая натуральной величины. А сделано как? Неужели сам? Наталья Николаевна. А-а-а. Первый урожай серебряного хлопка моему ближайшему другу и помощнику. Как же получить практически ваш серебряный хлопок? А теперь надо только организовать экспедицию в Афганистан и в Египет и привезти его, так сказать, прабабушек и прадедушек. И через какие-нибудь пять-шесть лет поля Украины будут иметь замечательный серебряный хлопок. Да-да? Разрешите, Алексей Платон? Алексей Платоныч, вот товарищ Нечай. Так вот, товарищ Нечай. Помню, помню. Грозится за зиму размножить семена хлопка трижды сам три тысячи. Это интересно, Алексей Платоныч. Трижды сам три тысячи. Ну да. Вот этому профессору хватает 20 урожаев на всю жизнь. А мне надо 500. Ну что ж, попробуйте. Кстати, вы прочли генетику для агрономов? Я прочел все ваши труды, Алексей Платоныч. И со многим не согласен. Там многое противоречит Дарвину и Энгельсу. Вот как. Категорическое условие. В теплицах института применять только наши, строго научные методы. Никаких фокусов. А насчет ваших несогласий и противоречий, ну хоть напишите статью, почитаем. Пожалуйста. 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 Разве это чернозём? Вот у нас на Украине чернозём. Снал бы, из дому землю привёз. Тогда осенью я первый раз была на Украине. Какая изумительная расцветка листвы. От изумрудной до пурпуровой. Весной красивее, когда вишня цветёт, яблоня. Что Рынаок напросил? Пять служебных записок написал. Вы вспомните пророческие стихи Шевченко? Будет бита царями сеянная жито, А люди вырастут. Умрут ненарождённые царята, И обновлённая земля врага изгонит супостата. И будет мир, и будет ширь, И будут люди на земле. Хороший перевод. На этом столе надо переменить всю землю. Прошу вас распорядиться. И насчёт штор. Я никак не могу вспомнить слова о песне, Которые пели тогда ночью. Мелодию помню. А вот слов нет. Пьет витер, и высокой дзвінеком, На хиляе сады голуби. Пьет витер, и высокой дзвінеком, Пьет витер, и высокой дзвінеком, Как я скучил, как скучил, Глазлинком, И сказать не можу дали. Тату, Галя, приехали. Вся бригада. Хорошо. Добрый день. Знакомьтесь. А, да, вы знакомы. Наталья Николаевна у нас была. Макар Афанасьевич, Так я распоряжусь насчёт земли и штор. Ну как, хорошо? Кто? До теплицы. А, очень хорошая. Куда сеять будешь? Если лампы дадут завтра. Галочка, помогай землю проверять. Ну, вы тут проверяйте землю, А мы пойдём перекусить в дороге. Как ты думаешь, Трофим? А чём угни? Як я скучил. Як скучил Галинко, И сказать не может один. Что скучился? А с другой песней поёшь? Ну, Галочка ты моя. Галочка. Смотри, Макар, Думает, як учёный так может До чужих порубков петь? Да она мне... Она мне в работе помогает. Смотри. Степан Николаевич. Кто там? У меня к нам большая-большая просьба. Ах, это вы, Наталья Николаевна, Очень кстати. Выньте мне, пожалуйста, часы. Пожалуйста. Снимите мне очки. Не пора ли обедать? Пора. А у меня опять огорчение. Что такое? Розовый эпикур тоже не даёт здоровых клубней В режиме южных районов. Везде даёт, а на юге гибнет. Что вы говорите? Да, Степан Николаевич, Мне нужна хорошая земля для нечаян. Штори достала, Лампы достала. А насчёт чернозёма украинского, Одел снабжения говорит, Что только через неделю. Пожалуйста, голубушка, берите. А когда он сеять будет, Меня крайне интересует, Что у него выйдет. Извините. Пожалуйста. Мне нужен завхоз. А он в главном корпусе. Была, сказали, в теплицах. Если вы насчёт земли, Не беспокойтесь, Я уже достала. Нужно только взять рабочих. Зачем рабочих? Сами возьмём. О, какой у вас хороший картофель. Это из Мадагаскара. Это из Сан-Франциско. А вот этот красавец С Южной Америки Называется подарок земли. Совершенно случайно на базаре У индейца купил. Степан Николаевич, Обладатель мировой коллекции. Коллекция-то мировая. А вот с болезнью картофеля Справиться не могу. С какой болезнью? А вот, извольте ли видеть, В южных районах гибнет картофель. Простите, Степан Николаевич. Здравствуйте. Не всегда гибнет. То есть как? Я получаю сведения Со всех концов мира. Даже мой лучший сорт Подарок земли, Сорт, получивший Международные премии, Сорт, утроивший урожаи В Белоруссии и на Урале, Не выжил на Украине Более двух лет. А вот батька привёз вам Подарок земли. Прекрасно чувствующий себя У нас на юге Украины. Подарок земли? Мой подарок земли на Украине? Безусловно. Вы открыли причину болезни? Ну, рассказывайте скорее, Как вы его вылечили? Никакой особой болезни картофеля нет. Позвольте, А носители таинственной болезни Не фильтрующийся вирус? Не существует. Как? Дело оказалось гораздо проще. Мы с батьком долго наблюдали за картофелем И приметили. Чем теплее при посадке, Тем ему лучше. А чем холоднее при клубнеобразовании, Тем ему ещё лучше. Ну, это не новость. Вот мой Макар и сказал. Давайте, Тату, Посадим картошку в июле, Когда жарко. А клубнеобразований Припадёт на сентябрь, Когда прохладно. И посадили. И взяли мы, Чувердский, Га, Двести двадцать два мешка. Вот она, Наша летняя посадка. Тату, Покажите им нашу картошку. Экспонат, Будь ласка. Вот она, Наша картошка. Такой она была. А такой стала, После нашего мероприятия. Степан Николаевич, Что же это? Неужели это так просто? Нет, нет, не может быть. Не верю. Вы понимаете, Не верю. Ошибка. Неправда. Вы меня обманываете. То есть, Как обманываем? Мы обманываем науку, Это действительно просто. Просто до гениальности. Черт его знает. То ему лампы, То ему шторы. Я не понимаю, Алексей Попонович. Почему вы разрешаете ему фокусничать? Мало этого. Теперь вы организовали курсы для бригадиров. Какое-то нашествие самоучек и дилетант. Нет, нет, ошибается, Иван Михайлович. Нам нужны новые люди. Ученики, которые будут продолжать нашу работу. Опыты Нечая настолько интересны, Что некоторые ваши сотрудники Целые дни проводят в его теплице. Наркомзем? Наркомзем? 33-й. Ну как колхоз Перекоп? Получили? Хорошо. А червоный стяг? Отказывается? Почему? Так. Отказывается, Феич. Телеграфьте червоному стягу. Семена прошли госсорт испытания. Сеют, настаиваем. Но ведь семена не прошли испытания. А что, прикажете ждать после лет? Напишите гарантийное письмо. Да, да. Но ведь Алексей Платон же будет возрождать. Нет, 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 нет. Но это другое дело. Дайте мою подпись. Я подпишу сам. Макаров Анатольевич. Да, да, да. Это большой риск. Огромные убытки в случае неудачи. Неудачи не должно быть. Для сравнения с Украиной Надо послать семена Двум-трем точкам Туркмению И Узбекистан. Это верно. Да. Алексей Платон? Да, я. Макаров Анатольевич, Мы хотим пригласить вас На встречу с американцами. А они по-русски разговаривают? Во всяком случае, Меньше, чем вы по-английски. По-английски? Знаю одно слово. Гуд бай. Ну, ну не скромничайте. Я читал ваш прекрасный перевод Избербанка. Благодарю. Клиники, я настаиваю, Чтобы не чай был на банкете. Мы должны знакомить иностранцев С нашими молодыми учеными. Хорошо. На чем мы остановились? На влиянии глубины заделки Семян на зимостойкость. Я подробно ознакомился С работой профессора Гласова И нахожу, Что он очень интересно И правильно подошел к решению. Отлично. Вопрос имеет Большое практическое значение. Наталья Николаевна, Как у меня костюм? Приличный, а? Приличный, а что? Да вот звонил Алексей Платоныч На счет банкета с американцами. Для банкета нужен черный костюм. Новые радости. Сервонный свит тоже отказывается сеять. Тоже телеграфти, Тоже гарантийное письмо. Макар Афанасьевич. А успеют, а? Что? Шить для черный костюм. Ну, надо съездить к портному. Да некогда. Ну, их черт у этих американских дядюшек. Нет, надо быть. Я очень хочу, чтобы вы были. Я вам помогу, Сниму с вас мерку, Съезжу к портному. Ну, что вы, что вы, Наталья Николаевна. Я в крайнем случае попрошу Тата или Галю. Ну, у них зачет. У меня есть знакомый портной. Жаль, сантиметра нет. Сантиметра? Сантиметра. Можно веревочкой, а? Прелестно. Держите. Поворачивайтесь. Запоминайте. Длина пиджака. Первый узелок. Какие сведения о посеве хлопка нечая? Плохие. Плохие. Ряд агрономов боится нового дела. Мне об этом сообщил профессор Горский. Сообщил чуть ли не с радостью. Вот как? Четвертый. Попросите ко мне профессора Горского. Терпеть не могу, когда личные отношения переносят на деловые. Длина рукава. Третье узелок. Макар! Так я поеду. Добрый день. Добрый день. Ты тут здорово занят. Ну что ты, галочка. Наталья Николаевна снимала мерку. Мне нужен черный костюм. Понимаешь? Понимаю. Грамотная. Экзамен сдала? Ну отлично. Текути, галочка. Что случилось? А тата и Трофим сдали экзамен? У него хвор, а у меня уд. Спутал генотип с фенотипом. Ну ничего, ничего. Просил наших летних посадок спросить. А не все? Генотип да фенотип? Вот что. Вы и вся бригада срочно едете домой. Нельзя. У нас еще генетика. Дадите осенью. Почему вини? Надо ехать руководить посевом. Ряд колхозов отказывается сеять наш хлопок. Надо сеять. Во что бы то ни стало. Я не поеду. Знаю, почему отправляешь. Я говорю, поедешь. Дело требует. Понимаешь? Дело. Аршрут этой труднейшей экспедиции по Египту и Афганистану составлен нами при непосредственном участии наших дорогих гостей, уважаемого доктора Хьюз и его ассистента господина Тока. Мы уверены, что ученые всего мира окажут нашим товарищам такое же внимание и содействие, какое оказали господин Хьюз и его спутник. По поручению доктора Хьюз перевод его речи. Прошу вас, товарищ переводчица. Уважаемые госпожи, господа и глубоко уважаемые директоры института господин Адамов. От имени Чикагского института ботаники я поздравляю вас с выходом в свет вашего капитального труда, законной наследственности. Несмотря на протесты некоторых членов Международного ученого комитета, высказанные по соображениям ненаучного порядка, жюри постановило включить законы наследственности в число десяти кандидатур на соискание ежегодной премии имени Менделя. Вот это здорово! А как же теперь будет с моей статьей? Будь спокоен. От имени уезжающих разрешите поднять бокал за нашего дорогого любимого учителя Алексея Платоновича Адамова. Ура! Алексей Платонович, а теперь пора и потанцевать. Адамович, а теперь пора и потанцевать. Адамович, а теперь пора и потанцевать. Куда вы спрятали? Не танцуете. А я таких грустных танцев не танцую. Правда? Да, Макар Афанасьевич, почему вы не пригласили доктора Сюзк осмотреть ваши теплицы? Он мог бы дать сцены и стоят. А у меня нечего демонстрировать. У меня еще нет серебряного хлопка. Это жаль. Что вам привезти из Египта? Что, Наталья Николаевна? Ну, не у меня. Простите, Макар Афанасьевич. Мне сообщили о каких-то гарантийных письмах колхозу. Я так уезжаю и хотел бы знать. А вот приедете, тогда и узнаете. Макар Афанасьевич. Макар Афанасьевич. Ну что? Пойдем? Да, да, да. Сейчас пойдем. Украинский день, ты казачок. О, казачок. Ничего не понимаю. А я понимаю. Я понимаю. Это Макар. Казачок. О, казачок. Кузачок, урок. О, казачок. Давай, лови. О, казачка! Продолжение следует... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ШОЛЁТ КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЛЁО! Да! Да, Тур? Я, сынок, я. Как всходы? Очень хорошие. Как думаешь насчет подкормки? Начинайте до бутонизации. Приехать-то ты сможешь? Не могу. Некогда. Некогда. Ты чего не пишешь? Галочка. Здравствуй, Галочка. А ты почему не пишешь? Некогда. Ну что же ты злишься? Да, вижу. Наталья Николаева тебе привет передает. Она опять возле тебя крутится? Ну перестань, перестань, лепетуха. Я лепетуха? Макар! Целую. Макар! Ехать надо. Соскучился. Макар! Макар! Галочка, что случилось? Не любит. Не любит. Не прийде говорить. Занят говорить. Брешет. Не хочет. Не любит. Ну что ты, Галочка. Да. Я. Здесь. Пожалуйста. Алло. Алексей Платоныч. Добрый вечер. Наталья Николаевна, я вас жду. Хорошо. Приду. Простите, я немного задержалась. Ну что вы, Наташа. Будут какие-нибудь распоряжения? Я хотел поделиться с вами радостным сообщением из Египта. Что, найден серебряный хлопок? Нет, пока еще нет, но Иван Михайлович пишет. Каждым днем крепнет уверенность в нахождении серебряного хлопка. Он просит продлить командировку еще на один месяц. Простите, Алексей Платоныч, что я, ваша ученица, решая сдавать вам советы. Пожалуйста. Мне кажется, вы слишком доверяете Горскому. Иногда такие помощники и друзья опаснее самых страшных врагов. Что вы? Именно благодаря Горскому эта ужасная статья не была напечатана. Какая статья? Чья? Макара Нечай. Статья, в которой Менделе, Дефриза и Моргана Нечай называют гадалками на кофейной гуще. Все их учение метафизической попорщиной. А мои законы наследственности горох. Эта возмучительная статья не была напечатана только потому, что именно Горский своевременно предупредил меня. Я ездил в редакцию, хлопотал. Нет, Горский очень преданный мне человек. Я не читала этой статьи. Это новость. Вам я ее могу показать. Спасибо. Полюбуйтесь. Опять не спишь, полуношка? Можешь организовать свой рабочий день? Вот возьмите меня пример. Я уже дома сплю. Ты что тут в пожар устраиваешь? Да, дай, пустяки. Мать, у меня к тебе дело. Ты чем занят? Да вот читаю статью, так бы сказать, моих единомышленников за границей. Знаменитый аббат, мракобес О'Кеней, резко выступает против Адамова, критикует законы наследственности. Ну, ясно, не хочет, чтобы премия Менделя досталась советскому ученому. Да, воображай, как заводит аббат, когда появится твоя статья. Кстати, где она? А вот. Ты что, с ума сошел? Придется восстановить. Я не могу помогать мракобесам. Ты пойми, ты борешься против Адамова, как ученые, а не как политические жадки. Твоя статья должна идти к всесоюзной конференции. Я статью не дам. Смелая статья. Резкая, спорная, но очень честная. Дайте мне ее. Зачем? Неужели вы хотите... Наташа, вы против меня? Что вы, что вы, Алексей Платоныч! Мы все за вас. И ваш лучший ученик Макар Нечай. Спокойной ночи. Наташа. Наташа. Доброе утро, Янтин. Наташа, вы мне очень нужны. А вы мне? Я пришла, чтобы передать вам вот эту статью. Какую статью? Статья Макара. Откуда она у вас? Макар жег оригинал, не хотел ее восстанавливать. Статья правильно критикует ошибки Адамова. Она должна быть напечатана. Даже если это будет тяжело, Алексей Платоныч. Молодец, Наташа. Честное слово, молодец. Статья будет напечатана. Макар. Макар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Макар. Макарушка Макар, здравствуй Илья, ты приехал Мне надо с тобой поговорить Пожалуйста Степан Николаевич И вы, вы здесь Ну как же я мог не приехать Ну Кто теперь будет платить по гарантийным письмам Я был так уверен Мы осмотрели поля Хлопок очень плохо Вот твоя уверенность Ну ладно А твои и мои ответственности потом А сейчас надо решать Срочно решать Как спасти хотя бы часть урожая Я испробовал все Подкормки, поливы Я советовался с лучшими хлопкоробами Я писал в Туркмению, в Таджикистан В Узбекистан Ясно одно Нашему хлопку не хватает соков Мало крови Эх, если бы можно было сделать переливание крови Или чтобы соки шли Только на питание бутонов Это было бы замечательно Верхушка хлопка Отнимает огромное количество соков у бутонов Это дармоед А что если Верхушку Ломать Позвольте Позвольте Лет 15 Нет 20 тому назад Адамов предлагал так называемую чеканку Но по-моему Никто никогда не проверял ее на практике А вот и проверим Опять будем выдавать гарантийные письма Если понадобится Будем выдавать Потратить столько времени Выбросить на ветер Такие огромные средства Расхвастаться перед всем миром И в результате Перспективы трансплантации хлопчатника Из обследованных нами районов Египта Могут быть окончательно реализованы Лишь после детального обследования этих районов Новыми экспедициями Новыми экспедициями Это все что он привез Какая-то Ммм Египетская С чем? С чем я вас спрашиваю Я приду на конференцию Позвольте Позвольте А ваш каучуконос Ваши замечательные цитрусы Ну и наконец Ваши законы наследственности Законы наследственности Покорно благодарю Получить новую порцию оскорблений от Нечая Нечая не будет на конференции Не будет Почему? Он остался работать на полях Хм Считает опавшие бутоны Спасает урожай Мы решили Применить чеканку Чеканку? Он сошел с ума Немедленно остановить Хьюз бился с чеканкой несколько лет И потерпел полное поражение Нечая хочет окончательно погубить своих лобов Сейчас же молния Поздно Позавчера на рассвете Началась массовая чеканка Позавчера Я заканчиваю, товарищи На сегодняшний день Мы, к великому сожалению Еще не имеем практического подтверждения Наших теоретических прогнозов Но мы не можем И никогда не будем Насиловать и коверкать природу Мы глубоко уверены Что рано или поздно Она сама Добровольно Отдаст нам Свой лучший плод Серебряный хлопок Товарищи По плану у нас перерыв Но для меня очередного заявления Мы решили предоставить слово Профессору Головину Слово имеет профессор Головин Товарищи Мы не можем обойти молчанию Эту возмутительную статью Этот безобразный выпад Против уважаемого Алексея Платоныча Мы протестуем Не найдется ни одного ученого Который бы подписался Под этой позорной статьей Не найдется 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 Вот видите Нашлись И еще найдут Есть советские ученые Которые просят Вас, профессор Головин Не говорите от их имени Я говорю от имени тех ученых Которые достойны носить это звание Вы говорите от имени тех ученых Которые всю жизнь Выводят нелетающую бабочку Это символ Моя нелетающая бабушка Реальный факт Гусеница уже превратилась в куколку Я вам докажу Прошу Я вам докажу Новый милиционер Горской Товарищи Товарищи Мне трудно говорить Мне очень больно Но я считаю долгом Своим долгом заявить Эта статья открыла мне глаза Я целиком присоединяюсь К заявлению профессора Оленина Вот это здорово Ах, сукинцы Давайте разберемся Разберемся по честному Мы только декларируем Только обещаем Наши экспедиции не привезли серебряный хлопок Это вы не привезли серебряный хлопок Он существует В макете под стеклянным колбаком В макете под стеклянным колбаком Кто это говорит? Это Иван Михайлович? Да-да Ваш ученик Профессор Горский А в то же время Автор этой статьи Макарный чай Дал ряду колхозов Советских Республик Новый вывезенный им сорт хлопка Мы этого еще пока не видели Увидите Не забудьте очки Тише, товарищи Тише Тише Профессор Головин Я прошу вас сесть успокоить Я слагаю себя полномочией Делегатской конференции Кто же дал ваш не чай науке? Хотя бы лети и посадку Это недогазанная гипотеза Которая нуждается в проверке Не только правильно А наши колхозы уже давно Собирают урожай Нового картоха Мы имеем сведения Что хлопок не чая гибнет Наблюдается массовое упадание бутонов Это неправда К сожалению, это правда Так вот, почему он так прежит науехал Прошу слова Слово Мы расставляемся Товарищу Товарищу Владимирову Товарищи 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 В отличие от большинства ораторов Я очень рад, что сегодня взяли Такое оживление Это совещание И особенно статья Макар Нечаин Лишний раз доказывает Что в нашей науке Существует Два лагеря Два направления Костное Консервативное Замкнувшиеся в скорлупу Академических мундиров И передовое Революционное Ломающие все Прекрады на своем пути Эти два направления Сталкиваются Борются Это хорошо В борьбе Рождается истина Молодая советская наука Училась И будет учиться У лучших представителей Старшего поколения Да и при чем тут возраст Когда Уберенные сединой Дарвин Семерядев Мичурин Павлов Солковской Удивляли мир Смелостью своих Юношских вертаний Силой И мужеством С которыми они Остаивали Свои новаторские идеи Академия 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 Боится смелых экспериментов А он трусливо прячется За корешками пыльных пыльянтов Это означает Его творческое бессилие Это неумолимо Ведет его В творческий тупик Наш Уважаемый Алексей Платоныч Глубоко ошибается Когда говорит Что мы Насилуем природу И издеваемся над ней Нет Мы Уважаем природу Мы ее Любим Да и как Могут не любить Природу Землю Те Которые родились На этой земле Трались И умирали за нее Те Которые строят На этой земле Свою прекрасную Радостную жизнь Но как Недорога нам Природа Мы не должны Ждать ее милости Наша задача Взять их у нее Так учил Нас Мичурин Не к лицу Советскому ученому Раболепно Снимать шляпу Перед таинственной Знакомкой природы Надо переделывать ее Подчинять ее Интересам человека Так пишет Макар Нечай У Макар Нечай Могут быть ошибки Могут быть неудачи Моего путь Это путь Советской науки Победомосный путь Который указали нам Гениальные ученые Маркс Энгельс Ленин Али Али Алексей Алексей Платоныч Алексей Платоныч На минуту Мне нужно с вами поговорить Скажите, Иван Иванович Откуда вы знаете Что хлопок Нечая гибнет? Я не желаю С вами разговаривать Профессию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алексей Платоныч Борин Мы по поручению президиуму конференции Он никого не принимает Мне необходимо видеть Алексея Платоныча Мы настаиваем Хорошо Спрошу Алексей Платоныч Алексей Платоныч может принять Только одного товарища Владимирова Субтитры создавал DimaTorzok Наташа Не горячись Обязательно меня подождите Зачем вы пришли? Зачем вы пришли ко мне? Алексей Платоныч Алексей Платоныч Конференция Единогласно выбрала вас Главным экспертом Необходимо немедленно выехать В районы Оценить хлопок на корню Ваше распоряжение Предоставлен самолет Никаких самолетов Вот Мое заявление об уходе Это не ваша рука, Алексей Платоныч Оценить хлопок на корню КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Алексей Платоныч Добрый день Алексей Платоныч Здравствуйте Для спасения вашего хлопка вам понадобилась моя наука Но бутоны хлопка опадали только потому, что я размножал семена по вашему методу Мой метод чистых линий принес мне и институту мировую славу Мои законы наследственности удостоены премии Менделя Я не гонюсь за мировой славой, я просто работаю Разрешите показать нашу работу? Пожалуйста, прошу вас Прошу вас Коварищ Кирилюк, давайте Скороспелый, для северных районов Гибрид Упланда и Гузы Очень устойчив против болезни, особенно гомозы Американцы потерпели с ним неудачу Знаете? Читал Мы получили вегетативный гибрид путем прививки И его скрещивали Ах, вот как? Любопытно Правда, еще нужно крепко поработать над скороспелостью? Обязательно А это что? Хлопок на солонцах До мелиорации, после Прекрасные рецепты оккультуривания почв дал Степан Николаевич Ну-ну Вместе Вместе делали И, наконец Наша гордость Первые шаги Советский цветной хлопок Тут еще много работы Послушайте Макар Афанасьевич Вы хотите совершить Революцию в науке? Не слишком ли Много для одного человека? Даже если он Талантный Революция совершает народ А народ гениален Мудро Очень Мудро Алексей Платович Она начинает шевелиться Алексей Платович Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Можно? Из-за Америки от доктора Щулки. Пишите. Уважаемый господин Хьюз, я благодарю вас за лестные предложения, но не могу принять его по той причине, что я не просто ученый, которому безразлично где и с кем работать. Я русский ученый, я советский ученый. Вы совершенно просто думаете, что меня травят, что мне мешают работать. Мы спорим, мы боремся, мы деремся, но это не капиталистическая конкуренция, а социалистическое соревнование. Наш спор, это только веха на пути движения вперед нашей советской науки, науки моей Родины. Да-да, науки моей Родины. Подпись отправьте немедленно. Будут еще распоряжения, Алексей Платоныч. Вам можно, Алексей Платоныч? Так вы уже вошли. Телеграфируйте в Академию, что Макар Нечай дал хлопок Украине. Хорошо. Кто? Что кто? Кто дал хлопок Украине? Макар Афанасьевич Нечай. Я видел замечательный хлопок у него на полях. Но ведь бутоны его хлопка опадали. Урожай Нечая погиб. Я предупреждал, что нельзя верить этому шарлатану. Я немедленно сел в поезд. Я решил, во что бы то ни стало найти ваш серебряный хлопок. Я решил загладить свою огромную вину перед вами, мой учитель. На этот раз мне повезло. Я нашел ваш серебряный хлопок, Алексей Платоныч. Ну ты как? Степан Николаевич, пойдем навести, Алексей Платоныч? Не пойду. За двадцать лет дружбы на лестнице оставил. Не пойду. Да пойдем. Ведь вы его любите. Возьмите цветы. Мама! 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 Телеграмма! Кому? В академию. Алексей Платоныч велел послать телеграмму. Макар Нечай дал хлопок Украине. Молодец. Вы рады за Макара? За Алексея Платоныча. Ну так как же? Пойдем? Навестим? Пойдем. Алексей Платоныч, вам гости. Входите, друзья, входите. Почему так темно? Такой чудный заказ. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Будь ласка. Что это? Откуда? Поздравляйте. Все поздравляйте нашего дорогого учителя. Вот, пожалуйста. Его гениальная теория подтверждена самой природой. Это серебряный хлопок, Алексей Платоныч. Все признаки налицо. Не узнаете? Это серебряный хлопок Алексея Платоныча. В своей ошибочной статье вы уверяли нас, что он не существует. На таких ошибках приятно учиться. Простите, а где он обнаружен? В дальнем кишлаке Узбекистана. Кишлак синий ручьем? Откуда вы знаете? Конечно, знаю. Ведь мы посылали туда наши семена. Макар Афанасьевич, этот хлопок тоже ваш. Он сделал то, что вы предсказывали, Алексей Платоныч. Да. Сегодня самый радостный день моей жизни. Найден серебряный хлопок. Да-да. Пока Адамов мечтал о том, что природа сама добровольно отдаст ему свой лучший плод, Нечай взял его у природы. И сегодня мы все радуемся этой огромной победе. О, Иван Михайлович, где вы пропадали? Голубчик, большие новости. Адамов признал Нечая, а я вывел нелетающую бабочку. Вот она. Что? Как? Как? Улетела. Все улетело. Эх вы, нелетающая бабочка. И я тоже. Позвольте, товарищи, пожелать вам столько неудач, столько ошибок, сколько останется капель в этом бокале. За новые сборы, новые драки, новые победы. За полное торжество в человеческой мысли. За наших дорогих, горячо любимых помощников. За Наталью Николаевну и Галину... Галину... За нашего дорогого дедуся, по нашу Тимофеевича. Страхим, как ты думаешь, а? Акшумов, нет. Что? А яблоки воровать? С малых лет приучен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok